Уважаемый Валерий Николаевич, прежде всего разрешите высказать слова благодарности за приглашение поучаствовать в этом мастер-классе, как от меня лично, так и от Центра коллапрактологии, который я представляю. Сразу оговорюсь, что сегодня мы будем вести речь об острой абтурационной опухолевой кишечной непроходимости преимущественно. Острая кишечная непроходимость может быть первым симптомом рака толстой кишки у 30% пациентов. Непроходимость встречается во всех возрастных группах, но чаще у лиц старшей возрастной группы одинаково часто болеют как женщины, так и мужчины и представители всех рас. И в подавляющем большинстве случаев причиной непроходимости служит рак сигмовидной кишки. Вот зная число впервые выявленных случаев рака толстой кишки в нашей стране за год, можно приблизительно прикинуть, сколько же пациентов с кишечной непроходимостью бывает в год в нашей стране. И цифра может достигать 20 тысяч человек, что весьма и весьма много. Сразу скажу, что пропущу в целях экономии времени разделы патогенеза и клинической картины и перейду к разбору диагностики и лечения. В арсенале врача имеются как рентгенологические методы, ультразвуковые методы, эндоскопические методы диагностики. Каждый из этих методов отличается по чувствительности и специфичности при определении локализации и причин кишечной непроходимости. Как было показано, ирикография наиболее точно определяет механический характер обструкции и уровень препятствия. Примерно такой же чувствительностью обладает и компьютерная томография, но она представляет больше данных о пациенте. А вот обзорная рентгенография брюшной полости и ультразвуковое метод исследования обладает примерно одинаковой диагностической ценностью. Таким образом, КТ, прежде всего, и ирикоскопия являются ценными при диагностике острой кишечной непроходимости. Золотой стандарт диагностики – это, безусловно, компьютерная томография. Метод позволяет не только узнать причины кишечной непроходимости, а также выявить возможные отдаленные метастазы, определить тяжелые осложнения, такие как перфорация или сопутствующие заболевания. Однако он имеет существенные ограничения. Во-первых, далеко не везде компьютерная томография доступна в режиме 24 на 7, и не везде есть специалисты, готовые сделать подробное описание исследования. Во-вторых, если есть аллергические реакции на йодоснодержащие препараты или снижена клубочковая фильтрация у тяжелого пациента, нельзя применять контрастные препараты, тогда информативность этого исследования снижается. Ну и не всегда можно, в принципе, осуществить транспортировку больного в отделение компьютерной диагностики. Вот при отсутствии возможности выполнения компьютерной томографии выполняется обзорная рентгенография. Это простой, хорошо всем знакомый метод исследования, который позволяет оценить степень компенсации кишечной непроходимости и выявить наличие свободного газа при перфорации полого органа. Ультразвуковая диагностика кишечной непроходимости также может быть применена. Она имеет собственную семиотику, но это оператор-зависимый метод. Если есть опытный хороший специалист, то этот метод не отличается по эффективности от обзорной рентгенографии. И он обладает необспоримыми преимуществами. Во-первых, нет лучевой нагрузки. УЗИ можно сделать у постели больного тогда, когда это нужно для тщательной диагностики и изменения состояния пациента. Ирегография при отсутствии компьютерной томографии может дополнить обзорную рентгенографию и УЗИ для установления причины кишечной непроходимости. Следует оговориться, что при выполнении ирегографии следует использовать водорастворимые контрастные препараты, а не баревую известь, которая в последующем может ухудшить визуализацию при колоноскопии. Колоноскопия, во-первых, позволяет оценить возможность использования стента, получить материал для патно-профологического исследования. Иногда во время подготовки пациента к колоноскопии путем постановки клизм возможно разрешение самой кишечной непроходимости. Ну и, конечно же, есть существенные ограничения и противопоказания. Нельзя использовать этот метод у пациентов с декомпенсированной кишечной непроходимости, поскольку повышается риск перфорации полого органа. Для снижения этого риска можно использовать углекислый газ в качестве газа для инсуфляции. Он быстрее всасывается и не вызывает такого сильного растяжения кишечной стенки. Существующие клинические рекомендации предлагают разделять пациентов по степени декомпенсации кишечной непроходимости и выстраивать тактику их лечения согласно степени компенсации. Лечение пациентов с острой кишечной непроходимостью направлено прежде всего на ликвидацию самих симптомов кишечной непроходимости, спасение жизни больного и создание благоприятных условий для выполнения онкологически обоснованного лечения. Консервативная терапия проводится всем пациентам параллельно с диагностическими мероприятиями, включает в себя коррекцию водно-электролитных нарушений, которые обычно тяжелые у этой категории больных. Это лечение требует контроля центрального венозного давления, в связи с чем целесообразна постановка центрального венозного катетера. Также обязательная декомпрессия желудочно-кишечного тракта путем постановки назогастрального зонда. Все это позволяет быстро снизить внутрибрюшное давление и уменьшить токсическое влияние застойного содержимого на организм пациента. Опять же, клинические рекомендации предлагают оценивать эффективность проводимой терапии у этих пациентов каждые 6 часов, опираясь на клинические и инструментальные методы исследования и признаки улучшения состояния пациента для того, чтобы обосновать возможность продолжения терапии, либо выставить показания к оперативному, в частности, лечению. Вот что касается лечения, то вот стентирование – это метод, заключающийся в проведении саморасширяющегося металлического стенда через опухолевый канал. Будьте любезны, если можно включить видео, вот, то он предложен порядка 20 лет назад, и стратегия сама использовательная стенда для ликвидации кишечной непроходимости на первом этапе и последующей операции получила название Bridge to Surgery, что дословно обозначает мост хирургии. И с тех пор проведено большое количество исследований, фокус которых постепенно сместился с изучения непосредственных результатов, которые оказались лучше у группы пациентов, подвергшихся стентированию, к отдалённым. И вот здесь уже не всё так просто, существуют некие противоречия и скепсис, связанные с тем, что этот метод может ухудшить отдалённые результаты лечения. Так вот был проведён систематический обзор имеющихся на сегодняшний день клинических рекомендаций по лечению пациентов с непроходимостью, и только в двух из них стентирование указывается как золотой стандарт лечения, в семи вводятся существенные ограничения, а вот в большинстве рекомендаций этот метод лечения ограничивается в применении. В частности, в европейских рекомендациях отводится очень узкая группа пациентов, возрастных пациентов с высокими анестезиологическими рисками, у которых, скажем так, другое лечение не оправдано. Более того, выдвигаются требования, необходимый опыт должен быть не менее 20 процедур и раннее выполнение радикального вмешательства. Также следует сказать, что наличие стенда в опухолевом канале является фактором риска перфорации, если пациенту в последующем проводится терапия, неодевантная терапия с использованием бивоцизумаба. Техническая эффективность довольно высокая, практически всем пациентам практически удается установить стенд. Клиническая эффективность чуть ниже, но тоже высокая. И у этого метода лечения существует свои собственные осложнения, и прежде всего это перфорация, которая бывает клинически значима у 12% пациентов, а в 26% она выявляется при инструментальном обследовании или патоморфологическом исследовании препарата. Следующее осложнение – это миграция стенда. Собственно говоря, это осложнение может вызвать рецидив кишечной непроходимости, поэтому рекомендуется выполнять радикальный этап как можно раньше. Боль, кровотечение и недержание кала характерны при стентировании опухолей среднеампулярного и нижнеампулярного отдела прямой кишки. Это все снижает качество жизни этих пациентов, в связи с чем стентирование не рекомендуется у пациентов с такой низкой локализацией рака. Как я уже сказал, перфорация – это частое осложнение, и вместе с тем это фактор риска ухудшения отдаленных результатов лечения. Также у пациентов, которым было выполнено стентирование, чаще у них выявляются пораженные лимфатические узлы и переневральный опухолевый рост. Сравнивая стентирование с резекцией на высоте кишечной непроходимости, при этом в непосредственных результатах мы видим, что частота формирования анастомоза у этих пациентов гораздо выше и частота формирования кишечной стомы ниже. А летальность, кумулятивная частота формирования постоянной стомы примерно сопоставима с пациентами из группы резекции. Но если обратиться к метаанализу, в которой включались работы, где было не менее 40 пациентов исследовано, где уровень успешного стентирования превышал 90%, а частота перфорации на фоне стентирования не превышала 8%, при изучении результатов таких работ не было найдено различий в общей выживаемости у пациентов и безрецидивной выживаемости. О чём это говорит? О том, что в умелых руках, в условиях клиники, где стентирование поставлено на поток, можно безопасно выполнять этот вариант лечения, проводить без риска ухудшения отдалённых результатов лечения. Следующий метод, о котором хочется упомянуть, это декомпрессия толстой кишки путём транссонального проведения зонда при колоноскопии. Метод привлекательен тем, что он относительно прост и недорогой. В общем-то, в большинстве случаев удается разрешить симптом кишечной непроходимости при помощи проведения такого зонда у некоторых пациентов, но на сегодняшний день нет никаких данных, свидетельствующих об онкологической безопасности этого метода, а имеющиеся исследования имеют низкое качество выполнения. При этом тот, кто сталкивался с такой методикой, скажет, что это довольно хлопотная процедура. При отсутствии эффекта от проводимой консервативной терапии, нарастании симптомов кишечной непроходимости или при развитии перитонита, перфорации, показано хирургическое лечение. Хирургическое лечение можно разделить на два вида. Это формирование проксимальной кишечной стомы и резекционные вмешательства. Привлекательность проксимальной стомы заключается в том, что это довольно относительно простая операция, которая обеспечивает надежную декомпрессию кишки. Если сформировать колостому, то можно осмотреть оставшиеся отделы кишки и выявить синхроны новообразования, которые часто встречаются, особенно у пожилых пациентов. Но недостатком является то, что приходится выполнять больше оперативных вмешательств и имеется риск парастомальных осложнений у этих пациентов. Отвечая на вопрос, какую кишку использовать для выведения стомы, то на этот счет не так много работ. В имеющихся не было найдено существенных различий в двух методиках, но при илиостоме несколько выше частота парастомальных осложнений. Экстраполируя результаты из плановой хирургии, тоже можно сказать, что в общем-то разницы нет, но чаще встречается дегидратация у пациентов с илиостомой. Вообще петлевая стома – это своего рода альтернатива стентированию в стратегии лечения пациентов мостхирургии. И вот по результатам свежей работы есть интересные данные, что у пациентов, которым формировали стому на начальном этапе, чаще в последующем удалось сформировать межкишечный анастомоз. У этих пациентов реже была необходимость формирования стомы после этапа удаления опухоли. Но при этом наблюдались чаще серьёзные осложнения, именно 3 и выше по шкале Клавьен-Дзиндо. Авторы заключают, что в общем-то петлевая стома не хуже стентирования, но, конечно, требуются рандомизированные исследования на этот счёт. В сравнении петлевой стомы и резекции, вот тоже мы получили данные, что частота формирования анастомоза гораздо выше в группе пациентов тем, кому сначала вывели стому, а частота формирования постоянной кишечной стомы после удаления опухоли ниже. Что касается пристеночной стомы, то она не рассматривается в качестве метода лечения кишечной непроходимости ни в одной из рекомендаций. Но при этом в исключительных ситуациях, когда имеется палиативный пациент и тяжёлый, и никакая другая операция не может быть выполнена, то формирование пристеночной стомы допустима. Что касается резекционных вмешательств, то операция Гартмана – это наиболее часто выполняемая операция у таких пациентов, хотя она сопряжена с высокой летальностью, достигающей 18%. Факторы риска летального исхода – это пожилой возраст, а мы знаем, что в основном это все пациенты пожилые, высокий ансоциологический риск и органные нарушения. Но при этом у этой операции есть неоспоримые преимущества. Операция Гартмана не требует формирования анастомоза, а значит, исключён риск несостоятельности этого анастомоза. Но вместе с тем есть высокий уровень, высокая частота послеоперационных осложнений, особенно парастомальных осложнений. И важно понимать, что только у 35% пациентов после операции Гартмана в последующем удаётся восстановить непрерывность желудочно-кишечного тракта. А какие это осложнения парастомальные? Это некроз кишечной стомы. По множеству причин он может возникнуть. Ретракция кишечной стомы с исходом в последующем в стриктуру. Также частным явлением является формирование стомы в неудобном для ухода месте. Такая ситуация обрекает пациента на мучения, поскольку исключает возможность использования средств по уходу за кишечной стомы. Также часто возникают и парастомальные грыжи. Всё это нужно помнить, когда решается вопрос о выполнении той или иной операции, в частности, операции Гартмана. Что касается резекции кишки с формированием межкишечного стомоза, то тут потенциально, конечно, можно выделить преимущество, потому что пациенту требуется меньше операций. Опухоль удаляется на начальном этапе лечения, и качество жизни пациентов без стомы значительно выше. Но здесь есть существенное ограничение. Частота несостоятельности межкишечного анастомоза при острой кишечной непроходимости значительно выше. Также, если формируется превентивная стома, она часто не ликвидируется в последующем. А возникающие осложнения после такого лечения могут служить причиной позднего начала или вовсе отмены химиотерапии у этих пациентов. Частота несостоятельности межкишечных анастомозов достигает 14%, а летальность при несостоятельности 17%, что, собственно, очень большие показатели. Чаще несостоятельность возникает после субтотальной колоктомии и левосторонней гемоколоктомии. Превентивная стома, как уже было сказано, не ликвидируется у 35% пациентов. И факторы риска вот такой ситуации могут быть анемия, снижение скорости клубочковой фильтрации, наличие отдаленных метастазов. Вот этой вот категории пациентов, если ставится вопрос о формировании анастомоза, то лучше от нее отказаться. Что касается методов, позволяющих как-то снизить риск возникновения после операционных осложнений, то есть метод тотальной интубации тонкой кишки. В общем-то, на сегодняшний день нет четких данных по этому поводу в плане преимущества тотальной интубации перед стандартной назогастральной интубацией. Хотя вообще проведение таких исследований – это непростое дело и наверняка, скажем, следует руководствоваться личным опытом и опытом медицинского учреждения при выборе метода интубации кишки. Что касается флюоресцентной ангиографии с использованием индиционина зеленого, который, в общем-то, неплохо зарекомендовал себя в плановой хирургии при снижении частоты несостоятельности анастомозов, в экстренной хирургии пока что применения своего не нашел. По крайней мере, на сегодняшний день нет рандомизированных работ на этот счет, даже в том числе тех, которые напирают набор пациентов. Прогноз. Острая кишечная непроходимость – это фактор неблагоприятного прогноза. Так, общая пятилетняя выживаемость у пациентов первой и третьей стадии значительно ниже, чем у тех, у кого не было кишечной непроходимости. К факторам риска неблагоприятного прогноза при острой кишечной непроходимости относится и высокий энцеологический риск, и возраст. Но хотелось бы остановиться о факторе хирурга или стационара, в котором выполняется оперативное вмешательство. У нас в стране была проведена работа на достаточно репрезентативной выборке. Было показано, что в случае, если резекционное вмешательство выполнялось в хирургическом стационаре общего профиля, так скажем, то частота нерадикальных операций в этой ситуации была выше. А в протоколах патоморфологического исследования практически у всех пациентов было указано менее 12 исследованных лимфатических узлов. Вот последнее может говорить как о недостаточно широкой лимфодиссекции во время удаления опухоли, либо о недостаточно скрупулезном исследовании патоморфологом удаленного препарата, что все вместе в целом может послужить причиной необоснованного неназначения одиумантной терапии у этих пациентов и в последующем ухудшение отдаленных результатов лечения. Также не только в отечественной литературе, но и в зарубежной есть данные о том, что если операция резекционное вмешательство на высоте кишечной непроходимости выполняется в хирургам, не имеющим специализации в области колоректальной хирургии или в стационаре не специализированном, то частота после операционных осложнений выше, несостоятельность анастомоза выше, послеоперационная летальность выше, а общая и безрецидивная выживаемость у таких пациентов ниже. Суммируя вышесказанное, можно предложить некий алгоритм лечения пациентов с острой кишечной непроходимостью. Так вот, если по данным обследования пациенту можно предложить радикальное лечение, условно так скажем, то и у него нету перитонита и каких-то других показаний к экстренной операции, то следует придерживаться стратегии мост-хирургии, формируя максимальную стому, либо выполняя стентирование опухолевого канала с последующим радикальным оперативным вмешательством. А в случае лечения палеотиного пациента прибегать к резекции только тогда, когда иного лечения предложить нельзя. Спасибо большое. И вот, придя по этой ссылке, можно ознакомиться со всей литературой, использованной при написании этого доклада. Спасибо. Спасибо большое за отличный доклад. Есть ли вопросы аудитории, Калия Владимирович? Да, пожалуйста, наш постоянный слушатель. Великолепный доклад. Меня интересует такой вопрос. У вас был один слайд, где написано было, что вы используете первичную анастомозу при толстой кишечной непроходимости. Какая локализация опухоли и какие, может быть, методы вы используете интероперационные для компрессии толстой кишки? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Вот в сегодняшней презентации не идёт речи никакой о личном опыте, потому что здесь рассматриваются, в принципе, данные литературы на этот счёт. Мы не накладываем анастомозов при острой кишечной непроходимости, при любой локализации. Но есть такие сведения, и мы видим, что можно, это, в принципе, выполнимо, согласно, опять же, литературным данным, при любой локализации опухоли. Однако всё это будет сопряжено с более высоким риском несостоятельности анастомоза. Я бы так ещё добавил, что при локализации опухоли в правых отделах это вполне возможно и допустимо, и делается широко и без всяких ограничений. Спасибо. Извините, пожалуйста, у меня есть маленькая ремарка. Но согласно, например, европейскому снэпшот-аудиту по правосторонней гемиколоктомии большое количество пациентов было включено, то несостоятельность анастомоза после правосторонней гемиколоктомии достигала 10%, что катастрофически много. Это речь идёт об экстренных оперативных вмешательствах. Ну, и я про экстренные, но 10% это, наверное, многовато. Может быть, тут зависит ещё и от рук. Ну, тем не менее. Ну, тем не менее, да. И у меня к вам один коротенький вопросик. Вот чем авторы, которых вы, так сказать, рассматривали, объясняют худшие отдалённые результаты при стентировании? Чем это? Отдалением по сроку радикальной операции или что? Если вы в течение недели-двух после стентирования делаете радикальную операцию, это, по-моему, никак не сказывается сильно на сроках и, по идее, не должно сказываться на отдалённых. Спасибо за вопрос. Ну, вот, значит, есть строгий фактор неблагоприятного прогноза – это перфорация опухоли, которая возникает при стентировании. Она бывает микроперфорация. Это всё ведёт к тому, что… И это показано по данным исследованием, что чаще у этих больных выявляются и поражённые лимфатические узлы. Но при наличии хорошего специалиста и опыта выполнения стентирования, что также это было продемонстрировано, да, где низкий уровень перфорации, то это не дискредитирует онкологический результат. Спасибо, да, я понял. То есть они брали в когорту исследований больных… Только те, где хорошие показатели стентирования. А если хорошее стентирование, то оно никак не влияет. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое очень. Да, да. Я прошу прощения. Спасибо вам, да. Внедрюсь просто так, как у меня… Это не вопрос. Это не вопрос, так как у меня две специализации хирурга и онколога, да. В онкологии не хирургия определяет результат, а пятилетняя выживаемость. И часто хирургия мешает пятилетней выживаемости, а не помогает ей. Здесь надо чётко совершенно понимать, почему онкологи крайне недоверчиво относится к желанию хирургов заниматься онкологической патологией. Потому что в мышлении хирурга, сделав операцию, он радикально помогает больному. В мышлении онколога в большинстве случаев он мешает адекватной онкологической помощи. Поэтому поймите это, пожалуйста. И первичный анастомоз, да, не сильно рекомендован онкологами. Мало того, из-за того, что процент осложнений выше, но любое осложнение отодвигает химиотерапию. А в лечении рака распространённого химиотерапия – основной метод. Не ваша операция, не то, как мы там все лимфоузлы удалили, а то, как вовремя начата химиотерапия, насколько адекватно она проведена и как больной её переносит. Если больной три месяца пролежал с вялотекущим перитонитом, он уже умер, считайте. Поэтому здесь просто собрались хирурги, и как только речь заходит об онкологической части хирургии, надо очень осторожно подходить. К сожалению, подходы хирургов и онкологов будут отличаться ради каждого. Надо только ещё помнить, что онколог, и на Западе в основном, а у нас как бы все, кто занимается онкологией и хирурги, и химиотерапевты – это онкологи. А на Западе онколог – это химиотерапевт. И это его хлеб. Да. Валерий Николаевич, вы же понимаете. Хирургия – наш хлеб. Хирургия. Хирургия.